О проведении фестиваля Медиалабфест впервые объявили 18 июня на 25-м Петербургском международном экономическом форуме в рамках Молодежного дня. Новый проект Медиалабфест взял начало из Всероссийского конгресса молодежных медиамаст-конгресс. Фестиваль организовывает Международная ассоциация студенческого телевидения и лаборатория медиа. Для участников готовится разнообразная программа, которая будет включать деловые сессии, неформальные встречи и интерактивные форматы. Медиалабфест, который будет проходить осенью в Москве, во-первых, увеличится по количеству участников. В прошлом году было 700, в этом году мы планируем 1000-1200 участников пригласить. В прошлом году у нас было 80 стикеров, наверное, в этом году больше будет стикеров. Волонтеров в прошлом году было 90, в этом году, наверное, тоже больше будет. И вообще, это самый мощный, самый большой проект в нашей стране, который будет проходить под названием Медиалабфест. На площадке фестиваля Медиалабфест также пройдет школа медиаменеджеров, кейс-сессии для участников, презентация региональных контент-проектов, собрание членов Международной ассоциации студенческого телевидения, медиафорум для педагогических работников, школьников и руководителей медиа-центров. Традиционно на мероприятии будут подводиться итоги работы молодежных медиа за прошедший год и определяться вектор их развития на следующий. Там будет очень много рабочих программ, которые будут связаны с медиаобразованием. Это будет не только студенты, но это будут и преподаватели школы, это будут и школьники. Работа идет. Как вы понимаете, это глобальный проект, один из самых мощных и сильных, который будет реализован в этом году. Медиалабфест – это глобальный проект. Самый масштабный медиафорум. Фестиваль пройдет в ноябре 2022 года в столице России. Ну а точные даты и локации определяются и будут известны чуть позднее. Отметим, что команда Универ-ТВ неоднократно становилась лучшим студенческим телеканалом по версии Международной ассоциации студенческого телевидения. Карина Саяхова, Универньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...